Скачок электроэнергии в Амгинском улусе в поселке Чапчелган оставил без электричества целый жилой квартал. Без света остались около 10 домов, в том числе многоквартирные. Однако не только отсутствие электричества беспокоит жителей. Перегорела большая часть бытовой техники, которая была подключена к электричеству на момент скачка. Чудом удалось избежать возгораний. Что стало причиной неполадок и с какими еще трудностями приходится сталкиваться пострадавшим жителям поселка в материале Сарглан Захаровой. Тихий микрорайон, чистейшая река в шаговой доступности и вроде бы идеальное место для жизни и отдыха, тем более в эти жаркие летние дни. Однако не все так спокойно здесь, как покажется на первый взгляд. В очередной раз скачок электроэнергии нарушает привычную тишину. На этот раз он произошел с такой силой, что в каждой квартире едно им перегорели бытовая техника и электроника. Вот только купили. Лета вот керамическая. Тут холодильник. Это уже не первый случай. Жители всерьез обеспокоены за свою безопасность. Старые деревяшки в одно мгновение могут вспыхнуть, как спички. Этот инцидент у нас продолжается уже в течение года. В прошлый год мне пришлось обращаться к прокурору с заявлением, потому что столб заваливался одна линия на другую. Искрило. В течение месяца никто не принимал мер. Одни отправляли, значит, на нефтебазу РЭС. Нефтебаза в РЭС. Мне пришлось обращаться к прокурору. Ночами мы боимся спать. Очень опасно. Постоянно искрит, постоянно подстанция горит. И вот самое опасное, сколько столбов, высоковольтная линия упадет, дом загорится. У нас всех маленькие дети. Подстанция 80-х годов прошлого столетия. С тех пор нагрузка на нее в разы увеличилась. По словам РЭС, стоит она на балансе нефтебазы. Однако всего за день до происшествия, как говорят жители, работы по подключению новых потребителей проводили именно сотрудники РЭС. Вчера производили они ремонт, был на смене. Видел, вот ставили столб возле 31-го дома. А когда отключили, это была искра и дым. О том, что за день не вправду проводились работы на подстанции, подтверждают и в Амгинском РЭС. Подключили потребителя и при включении, подачи электрической энергии, они обратно включили, все нормально. Замеры провели. Производим осмотр данного трансформатора совместно с представителями нефтебазы. Ну и вопрос решается по подключению. Если трансформатор ремонтно пригоден, то мы будем ремонтировать с разрешения нефтебазы. И если нет, то будем какие-то принимать решения по замене. Отметим, что проблемы с электричеством далеко не единственная беда из жителей квартала. Каждое лето коммунальщики отключают подачу воды в благоустроенные квартиры. При этом санузел находится только в помещении. Людям приходится ведрами таскать воду из реки на гору, наполнять емкости. Заказывать воду дорого. Только за одну бочку придется выложить от 100 и больше рублей. А теперь плюс ко всем этим расходам еще и появились затраты на покупку и ремонт оборудования. Тем временем, кто будет нести ответственность за происшествие и будет ли компенсация пострадавшим, непонятно. Саргалана Захарова, Тамара Бачугурова, Михаил Устинов, НВК САХА, Амгинский УЛУС.